Мяу, здравствуйте, мальчики и девочки! Вау-вау-вау-вау! Ой, кажется, Татошка идёт! Здравствуйте, мальчики! Вау-вау-вау-вау! И здравствуйте, девочки! Ой, ты что, бежал, Татошка? Да, я бегаю теперь, второй день уже, вот! Ты что, решил спортом заняться? Нет, просто вчера я шёл в гости, И меня обрызгала машина! Я запомнил номера, вот теперь второй день за ней бегаю! Мяу! Ну и зачем ты за ней бегаешь? Как зачем? Чтобы хозяина машины облить! Вау-вау-вау-вау! Ой! Ну, а что, я вчера грязный пришёл в гости! А вот когда меня облила машина, Я просто переодел свою одежду наизнанку И пошёл в гости! И никто ничего и не заметил! Ох! Как интересно! Значит, это я зря бегаю второй день за этой машиной! Ох! Можно было просто переодеться наизнанку! Ох! Ох! Мяу! Ну, конечно же! Надо было просто переодеться, и всё! Вот наизнанку переоделся бы и пошёл бы в гости! Ох! Да! Как-то я не додумался! Здравствуйте, мальчики и девочки! Здравствуйте, зверята! Мяу! Здравствуйте, Катя! Ох! Здравствуйте, Катя! Так, а что у нас тут случилось? А наш Татошка второй день бегает за машиной, Которая его облила! Ну, конечно же, наш Татошка не прав! Катя, зачем же два дня носиться за машиной, Которая обрызгала вас грязью? Да! Да! Нужно постараться привести себя в порядок С помощью обычной щёточки! Ох! Щёточкой надо было почиститься! Если у вас есть время, То прийти домой и переодеться! Да! И в хорошем настроении пойти в гости! Да! А я и не додумался! Надеюсь, что наш Татошка это усвоил! И вы, ребята, тоже! Ох! Ну, теперь я всегда собой буду брать щётку! Ха-ха! Да! Ха-ха! И я буду знать, что делать в такой ситуации! Ну, а сейчас самое время послушать сказку! Мяу! С удовольствием послушаю сказку! Вау-вау! И я тоже с удовольствием послушаю сказку! С удовольствием послушаю сказку! Ох! Даже кашу-то сварить ей было так лень! А каша получилась румяна, рассыпчата! Вынула бабу кашу из печи, На стол поставила, Маслице добавила, Съели кашу И ложки облизали, А к одну-то горшка каша прилипла. Ох! Вот и говорит баба! Ну, мужик, Я свое дело сделала, Кашу сварила, А горшок-то тебе мыть! Да полно тебе! Мужское ли это дело? Горшки мыть! Ха-ха! Мама на лавку легла, Стоит горшок немытый. Баба, баба, Надобно горшок-то вымыть! Сказано твое это дело, Не буду я его мыть! Ну, вот что, баба, Уговор дороже день! Кто завтра первым проснется, И кто первым скажет слово, Тот и будет горшок мыть! Ладно, лезь на печь, Там видно будет! Улеглись! Мужик на печи, Баба на лавке. Пришла темна ночь, Потом настало утро. Утром никто не встает, Ни тот, ни другой, И не шелохнется. Не хотят они горшок-то мыть, Бабе пора уже корову доить, А она не встает, Все на лавке лежит. Соседи уже коровушек погнали. Что это? Милане-то не видно, Уж не заболела ли она? Да, бывает, что и не здоровится. Обратно пойдем, может, встретим. И обратно идут. Нет, Миланьи. Да нет уж, видно, что приключилось. Соседка и сунься в избу. Хвать! И дверь не закрыта. Неладно что-то. Вошли, оглянулись. Миланья, матушка! А Баба-то лежит на лавке, Во все глаза глядит, А сама не шелохнется. Почто коровушку-то не погнала, Ай, не здоровится. Молчит Баба. Да что с тобою приключилось-то, а? Почему молчишь? Молчит Баба, ни слова не говорит. Господи помилуй! Да где у тебя мужик-то? Василий, а, Василий? Глянули на печь, А Василий там лежит. Всего вам самого доброго, малыши! До новых встреч на веселом уроке! До свидания, мальчики и девочки! Мам, до свидания, малыши!